Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Данное видео будет достаточно коротким и весьма необычным. Вот тут я решил проверить популярность тега джабава. И так как я недавно выпустил видео на эту тему, хотелось бы увидеть, насколько популярно это среди людей. Как мы видим, в топе здесь находится какой-то не шахматный канал, который содержит те же буквы, но на английском языке. Двухмиллионник. Дальше видим вполне шахматные видео, причем одно из первых. Это мое видео, которое я снял 6 месяцев назад, 23 тысячи посмотров. Очень красивая партия Иванчук Джабава, шедевр художников шахмат. Посмотрите, кто не видел. Конечно, там звук не очень хороший, но все-таки партия очень красивая. Ссылку я оставлю в описании. Ну а мы идем дальше. Тут тоже у нас Олег Саламаха, школа чемпионов, Дмитрий Гриценко, Ческом. Ну и вот здесь, в самом низу, фактически на первой странице, да, кстати, новое мое видео по этой теме. И вот здесь мы видим тоже название Иванчук Джабава, шедевр художников шахмат. Название тоже, нету тут тире даже, да. В общем, новый какой-то канал появился, причем он появился как раз 5 месяцев назад. Реймонд Брюс. Если мы зайдем на этот канал, то мы увидим, что это фактически клон канала Шахматы для всех. Здесь очень много видео моих, причем названия те же. То есть человек даже не отдохнался как-то изменить название. Хотя, может быть, он думал, если название тоже, то и популярность будет также этих видео. Причем не только эти видео, еще и стримы мои ранние, как мы видим, здесь находятся. Кроме стримов, еще, насколько я видел, здесь есть запись решения шахматной тактики. Вот, посмотрите, ежедневная тактика, 27 выпуск. И даже, как устанавливать и подглавлять к работе Чесбейс, это вообще одно из первых моих видео на канале. И самое первое видео Эншпель, почему его нужно изучать. В общем, такая интересная ситуация, канал Клон. Не знаю, для чего это сделано, зачем это сделано. Я даже не знаю, нужно ли мне предпринимать какие-то ответные меры. Хотел бы вас спросить, уважаемые зрители и подписчики, что в этой ситуации нужно делать и стоит ли что-то делать. Вот такое вот видео. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по поводу канала Клона. Ну и спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok